Знаете ли вы, как ловят обезьян? На Дальнем Востоке, в Китае и Малайзии это происходит следующим оригинальным способом. Берется большой кокосовый орех. В нем делается прорезь. Она наполняется рисом. Обезьяны обожают рис. Потом этот кокос кладется на середину полянки. И через некоторое время обезьяна, которая очень издалека может почувствовать, что здесь что-то очень вкусное, она прибегает туда и она затягивает свою руку вовнутрь, схватывает этот рис. Но здесь происходит что-то неожиданное. Она не может вытащить эту руку из кокосового ореха, потому что она держит рис. И так в вагоне она не знает, что делать. И в этот момент охотники спокойно выходят, бросают на нее сетку и обезьяна навсегда теряет свою свободу. Отсюда мы можем учить очень фундаментальный урок для нашей жизни. У нас тоже мы часто ведем себя очень похоже. Мы держимся за вещи, которые блокируют нас. Они забирают у нас нашу свободу. Это наши телефоны, это наша работа, это наша еда. Есть огромное количество разных привычек, которые, к сожалению, когда так тяжело нам кажется, так тяжело от них отказаться. И поэтому мы не можем расти, мы не можем, мы забираем у нас нашу свободу. Сказано в Талмуде, что только тот человек, который занимается Торой, он считается свободным. Тора действительно дает нам эту возможность увидеть вещи, как они есть. Давайте не будем вести себя, как обезьяна. Всего хорошего.